Всем привет! И начну с предупреждения. После этого ролика, возможно, вы никогда больше не захотите автомобиль с пробегом. Какое-то время назад я осмотрел машину, но до сих пор нахожусь в шоке. Долгое время я просто не мог найти слов, чтобы хоть как-то объяснить увиденное, поэтому... поэтому просто смотрите. Каких-то кусочков тут явно не достает. Здесь красненько, коричневый. Это новый уровень разложения. Охренеть! Дырки, щели, ад какой-то, говорите. Пипец. Пипец. Так, ладно, про машину расскажете. Все, что знаете. У меня единственное вот нарекание, которое есть на сегодняшний день, это резина. Можете сесть, покатиться, нету никаких там изрытых каких-то проблем, еще чего-то. Все работает. Ну, подмотанный, да, я так понимаю, маленько? Не-не-не, 100%, вообще, не маленько или не просто. ПТС я менял. Угу. Эм, 28-го, да. А почему? Ну, написано взамен утраченного. Я потерял. А. СТС. Ага. ПТС. Нет, я купил машину не когда СТС к ПТС, а я купил машину год-полтора назад. А-а, а когда вы ее купили? В 2020 году. Летом, короче, 20-го года это было. Я ее переоформил. Это было взаимозачетом за долг, короче. Я ее не выбирал на рынке, чтобы не понимали. Просто мне нужно было свои деньги вытащить. Зачеталась она мне как 2,2 миллиона. Стоп. Да, что-то ее... А у нее как-то нечем крепить ее. Ну, блин, так. Простите, не знал, что эту дверь не стоит открывать. Ну, я так понял, вы немножко стройкой занимаетесь, да, поэтому машина подусрана. Ну, есть такие моменты, к сожалению. Интересно, ее нет. Что-то вот кнопок много не хватает. Это уже не первое. Что-то потолок выходит из себя. Ну, это не я, это не я, это вот он. Я знаю, знаю. Давайте его поправим. А, это на мойке так сделали? На мойке, друзья, сказали, у нас есть торнадор какой-то, херрор, давай мы тебе почистим. В итоге половину почистили, не почистили. Ага. В фирме мы не сидим. Понятно. Да, почистили. Не очень хорошо. Это тоже разбирали они. Вот там тоже есть такая. Да, вот я что-то не пойму, что это за хренатень. А, во, вот такой кнопочки с той стороны нет. Все. Все. Вот и спасибо надо сказать, поэтому я не буду делать. Че-то как-то напал. Так, я вижу сопли. Вдросили. Так, 15-й клуб. Да, я думаю, что вообще не довесли ее к моему. Это из-за этого как раз она поделит. Так, а тут не знаете, что было? Потому что та фара 15-го, это семья. Здесь я вижу мокро в районе подсунки. Ё. Там прям че-то все-все-все-все в масле. Ааа. Патрубки пипец черные. Сожмите на газ, пожалуйста. Ага. Просто так шипованивает, а она соляркой. Мне говорили, что все стечет. Надо отрезать это. Это ребенок, да? Да. Ах, и тут порвали потолок. Да что ж за изверги. Эта штучка у меня есть. А, хорошо. Крепежа крыла нету. Крепежа крыла нету. Здесь крепежа нету. А, у нее же обои не закреплены, просто лежит. Здесь что-то под окном что-то отваливается. Оранжевая? А там черная. Вот я такую купил. Такую купили. Так, а тут что случилось? Вот это вот почему наизнанку пытается выскочить? Это у меня знаете, что было? Не знаю. Получается, у меня, короче, была проблема с этими, как их называют? Парктроники, в общем. Так. И блок комфорта, электрика, короче, какая-то херня была. Электрику отправил, отдал. Он мне сказал, что надо полностью разбирать, собирать, ну, снимать торпеду на местной стороне. А, понятно. Но они в итоге его сделали. Что за блоком лазили? Да. Так. И вот так вот собрать. У меня просто строительная компания. Я выиграл тендер. Могу вам показать реестр контракта. Поздравляю. С третьим ФЗ, да. И у меня, я лифтами занимаюсь. И мне надо лифт купить. У меня уже счет на оплату висит. Все, мне миллион шестьсот очень нужно. Чтобы я заплатил уже и пошел дальше, как говорится. Поэтому такая цена, и поэтому продаю машину. Машина этих денег более чем стоит, на самом деле. Вы сами это поймете. То есть, ну, как вы, все эти косяки, учетом рыночной цены, все это можно. Я не могу сам сделать, чтобы все эти косяки, пейте. Да не, я вообще стараюсь не ездить на них. Стараетесь не ездить на них? Да. Пока понятно одно. Мы увидели настолько угашенную машину, что даже сам продавец боится на ней ездить. Но все остальное находится за гранью понимания и здравого смысла. Что это вообще нафиг такое было? Почему этот Туарег вообще существует и ездит по дорогам общего пользования? Что в голове у продавца и на кого, блин, это рассчитано? И вот, недавно я наткнулся на абсолютно безумную теорию. Но именно она смогла все объяснить. Зомби-апокалипсис уже наступил. Зомби-продавцы продают зомби-машины зомби-покупателям. Только не спешите крутить пальцем у виска. Сейчас я все разложу по полочкам, и вы сами ужаснетесь от того, насколько все сходится. Зомби? Ходячий мертвец? Или труп, оживленный при помощи магии или в результате научного эксперимента? Поэтому для начала посмотрим историю этого Туарега на сайте Автору с помощью отчета про авто. Вбиваем вин, заходим в историю размещения объявлений на Автору, и вуаля, вот он труп. Причем, имея дату и место ДТП, можно даже найти новость о гибели этой машины в СМИ и соцсетях. Но в 2020 году у машины появляется новый хозяин, а в 2021 мы видим, что зомби-туарег восстал. Почему я решил, что это зомби-туарег? Потому что нет ни единого признака, что его пытались сделать с новой машиной и восстановить хоть сколько-нибудь качественно. Наверное, апогея абсурда — это обивки разных цветов на левой и правой двери. Потому что когда ты такой видишь, ты уже не можешь понять, а где вообще проходит грань. На чем остановились люди, которые это делали? Они только взяли обивку не от той машины? Или взяли деталь не от той модели? Или поставили запчасть не от той марки? Или использовали деталь от машины, но от стиральной? Так что версия оживления в результате научного эксперимента, причем, по всей видимости, неудачного, она видится вполне рабочей. В результате получился не восстановленный автомобиль, а именно ходячий мертвец, кричащий ошибками на приборке, истекающий маслом и с дымящим мотором. Также для зомби характерно радикально деградировавшее тело и некроз тканей. Поэтому у зомби Туарега нет заглушки здесь, 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 ну и, видимо, еще в паре десятков мест. Не хватает кнопок здесь, здесь и здесь. Снаружи детали отваливаются здесь, здесь и здесь. В салоне детали отваливаются здесь, 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 здесь и здесь. Отваливается ручка капота, отваливается молдинг двери, нет крепежа крыла, не закреплено жабо, а что под ним прячется, я даже думать не хочу. Также для тела зомби характерно отключение ненужных органов. Поэтому, помимо признаков срабатывания подушек безопасности в руле и на панели приборов, помимо того, что кресло водителя заштопано после срабатывания боковой подушки, мы видим, что шторок безопасности в потолке нет вообще. Ну и правильно, один фиг безопасности этой машине больше не понадобится. Достаточно просто заглянуть под машину в районе водительской двери, где пол, кажется, сделан из жидких гвоздей. А про центральную стойку, окрашенную вокруг стикера, я вообще молчу, потому что как только открываешь дверь, становится понятно, что эту часть кузова точно ремонтировали не руками. Итожим ситуацию по машине. Туарег столкнулся с КамАЗом, после чего его разрезали МЧСовцы, чтобы вытащить из него людей, после чего он гнил под открытым небом, после чего он был оживлен с помощью магии или научного эксперимента, ну и, собственно, чем не зомби. Теперь продавец. Он продает машину, которая до него продавалась битой, на которую совершенно случайно потерялся ПТС, видимо, потому что в нем была отметка страховой о списании, и которая теперь разваливается на глазах. При этом, со слов продавца, единственным недостатком машины является лысая резина. А салон разваливается потому, что его торнадорили. Друзья сказали, у нас есть торнадор какой-то, херрор, давай мы тебе почистим, в итоге половину почистим, не почистим. Ага. Кто не знает, торнадор – это специальное оборудование для чистки. Например, в авторевизоре реставрации мы его используем для детейлинга, когда чистим салоны. Это что-то вроде керхера, который работает сжатым воздухом в перемешку с чистящим составом. Но обивку потолка он не ломает и уж тем более не смывает подушки безопасности. Так что, глядя на салон зомби Туарега, можно предположить, что его химчистили перфоратором. Вот это вот почему наизнанку пытается выскочить. Это у меня знаете, что было? Не знаю. Получается, у меня, короче, была проблема с этими. Как их называют? Парктроники, в общем. Но особенно эпично было услышать от продавца, что машину он продает исключительно потому, что ему надо купить лифт. Кстати, лайк за креативность. У меня просто вся строительная компания. Я выиграл тендер. Могу вам показать, есть контракт. Поздравляю. И снова, единственное, что может это объяснить, это теория о зомби. Очень скоро эти мерзкие твари поумнели. Они чуяли, когда жертва особенно уязвима. Со спущенными штанами лучше не попадаться. Ведь второе значение слова «зомби» — это одержимый человек, который находится под сильным влиянием каких-либо убеждений или деструктивного культа. В данном случае деструктивный культ — это перекупство, то есть желание заработать на битой машине, несмотря на причинение вреда обществу и используя неэтические методики. Теперь последняя часть головоломки. На кого это рассчитано? Обычный человек это не купит, потому что у него есть какой-никакой мозг. А знаете, у кого нет мозгов? У зомби. У зомби нет мыслительных процессов. Они повинуются одному единственному инстинкту — вере в халяву. Поэтому, увидев такую машину, зомби думает, «О, вот это джекпот! Человеку же лифт надо купить!» Поэтому этот лошара отдает тачку за полцены! Надо хватать! Причем срочно! Потому что если не схватить, то точно опередят, и халява достанется другому. А еще зомби любят объединяться в группы. Поэтому теперь этот Туарет переехал в автосалон, где, судя по отчету про авто, продается еще парочка таких же зомби. По телефону там отвечают вот так. Я вот из Москвы, поэтому хотел как раз заранее выяснить, чтобы сюрпризов не было. Ну, машина живая. Машина вся же технически все в порядке с ней. За исключением того, что, ну, крашен автомобиль после ДДП. Было ДДП. Автомобиль сделан, сделан, в принципе, нормально. То есть сюрпризов не будет каких-то? Качество ремонта достойное? Достойное, да. Делали я вносику, она влево-вправо. Нормально. Где нет я, как бы, нормального машины. Ну, какие-то признаки, что подушки срабатывали, какие-то есть у нее, нет? Нет, 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 никаких признаков нет. В этом плане признаков нет. Нет. Мотор работает нормально, коробка не пинается, все плавно переключается. Техника все живая, все работает как бы. По салону сюрпризов никаких нет. Ну, по кузову там, чтобы сказать, там царапины, вмятины пооставались. Что-то торчит или там удавлено, придавлено. Такого ничего нет. На фото обратил внимание, что на водительской двери почему-то черная вставка, а весь остальной салон рыжий. Ну, она не черная, там чуть-чуть структура отличается от вставка, вот эта, которая на двери, вы имеете в виду, да? Ну, да. Да, она чуть-чуть структура отличается. А это в связи с чем, не знаете? Ну, видно, она была потрескана или что там. Мы ее в тридыбе брали, если я купил другую машину, а то сдал нам салон. Понятненько. Так, ну, ремонт сделан нормально. Ремонт нормально. Едет, все в порядке, все работает, влево прямо, не ведет, как бы. Что ж, услышал, спасибо огромное. Ростят за зомби Туарег 2 миллиона 590 тысяч рублей. Насколько это адекватное предложение, я традиционно предлагаю вам определить самим. Для этого в описании к этому видео я оставил ссылку на автору со всеми предложениями о продаже Volkswagen Touareg этого поколения. Откройте ее и сравните цены. И, если что, первая цена за тур 15-го года меньше 2 миллионов. Правда, там тоже нехилый расчет ремонта с лонжеронами и подушками. И помните про главное преимущество зомби? Неограниченная выносливость и упрямость. Они могут бесконечно долго долбиться головой об стену, потому что мозгов в голове один фиг нет. Так что не стоит рассчитывать, что зомби-машины и зомби-продавцы сами по себе куда-то исчезнут. Но от всего этого можно спастись. И для этого даже не обязательно отшибать голову. Во-первых, зомби не выносят подписку на этот YouTube-канал, поэтому скорее подписывайтесь, кто не подписан. Во-вторых, пользуйтесь отчетами про авто. Они правда выручают. Но даже если по отчету все окей, вы все равно должны быть внимательны при осмотре машины. На этом канале и на канале Автору я не устаю повторять и показывать, куда нужно смотреть при проверке машины. Если не уверены в своих силах, привозите понравившуюся машину на диагностику в Авторевизороэкспертизу. И еще не забывайте про телеграм-канал Авторевизоро. Там в открытом доступе совершенно бесплатно я размещаю ВИН-номер кривых машин, которые мне попадаются, ну и которые присылаете вы. Желаю всем вам ездить только на хороших машинах. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!